Здравствуйте, меня зовут Асель Баймуканова, я научный сотрудник Института гидробиологии и экологии. И сейчас я хочу вам рассказать о нашем мониторинге смертности Каспийского тюленя. Мониторинг смертности Каспийского тюленя мы проводим в весеннее время с 2017 года, но также с 2022 года мы начали проводить мониторинг смертности в осеннее время. Сразу хотелось бы отметить, что смертность в весеннее время мы не считаем массовой. Почему мы не считаем массовой? Потому что тушки, которые выносятся на берег, они находятся на разной стадии разложения, а значит тюлени умерли в разное время. У малого количества экземпляров, которые находятся на стадии несильного разложения, то есть от одной до второй стадии, мы можем взять ткани и органы. Также мы берем пробы для паразитологических исследований и пробы для определения питания на момент смерти. Большинство экземпляров, которые мы обнаруживаем, они находятся уже на четвертой и пятой стадии разложения. У таких экземпляров мы можем взять только вибрисы, то есть тюрсы тюленей, клыки и когти для того, чтобы провести анализ возраста тюленей на момент смерти. Еще мы берем морфометрические показатели, то есть мы можем измерить длину тела и определить пол животного. По опыту прошлых лет у некоторых тушек могут быть и механические повреждения. Мы находимся в поселке Баутино с 11 апреля. Два дня мы работали на полигоне. За это время мы обследовали 33 тушки тюленя. Только у одного удалось взять внутренние органы, такие как почки, легкий и желудочно-кишечный тракт. Остальные экземпляры находились в состоянии сильного разложения. У таких мы могли отобрать только вибрисы, клыки, когти, а также у некоторых экземпляров мы отобрали жир и произвели морфометрические измерения. Но при этом у некоторых тюленей мы не смогли сделать даже такие измерения. С 13 апреля мы проводим ежедневный мониторинг на полосках Витюб Караган, именно побережье. За это время мы нашли только 6 тушек тюленей. Сейчас дуют южные ветра, но в основном выбросы происходят, когда дуют западные ветра. Мы будем продолжать мониторинг, и все пробы мы будем отправлять в нашу лабораторию в городе Алматы, где будет проводиться комплексный анализ всех отобранных проб. Результаты наших исследований мы сможем предоставить в течение полугода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова